Парни, ну куда вы меня тут ведете? Ну, 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 это сюрприз. Да, да. Сейчас, уже почти пришли, повернись. Все, снимаю маску. Снимаю? Да. Та-дам! И что это? Ну как что? Ты что, не помнишь? Ты сама говорила, типа, если б можно было прожить всю жизнь заново, ты бы этого хотела. Нет, ну это правда, а вот это все как вообще мне поможет? Ты садись. Это симулятор жизни, у тебя есть возможность прожить 100 лет за 24 часа. Блин, ну честно говоря, как-то страшно. А вдруг что-то не так пойдет вообще? Что, будет нормально, я уже так делал. И как твои ощущения после этого? Да вообще крутяк, как будто я в компьютерную игру попал. Ну, ладно, давайте. Так, давай, нужно вот этот шлем надеть. Помоги, давай, давай. Аккуратненько. Готовы? Мы, кстати, будем видеть все, что у тебя будет происходить на этих экранах. Ого. Там еще герои могут быть на нас похожи, ты не удивляйся. Ну что, готово? Да, давайте. Тогда запускаем симулятор жизни. Три... Пусть это поудобнее. Два, один! А кто это такой маленький? А кто-то хихикает. Малышка Риви. Уйди, уйди, уйди. Я его делаю за щекочу. А кто это у нас просто? Наша девочка. Вот, держи. Мама тебе принесла. Ну что, нравится? Ну, конечно ей нравится. Ну, посмотри, как улыбается. Ну, а что это, соска выпала? Так, ну, держи. Аккуратней. Ты смотри, годик ребенка, а уже хулиганка растет. Интересно, в кого это? Ну, почему сразу хулиганка, Витя? Может, она просто не хочет соску? Может быть, она хочет кушать? Риви, малышка, хочешь кушать? Ага. Витя, принеси детское пюре. Секунду. Ты моя хорошая. Света, а с каким вкусом брать? Неси все. Оп. О, ну где ты там? Ну вот. Так, давай возьмем, о, цыпленка. Как они это едят? Так, сначала за маму. Ну что такое? Что такое? Витя, она не хочет. Да давай я попробую. Так, самолетик взлетает и летит в аэропорт к Риви прямо в рот. Да елки-палки, что ж ей не нравится? Ну, значит, она не голодная. Да, Риви? Агу. Да елки-палки, ты посмотри, уже вроде здоровая, а все агу и агу. Когда же ты уже свое первое слово скажешь? Елки-палки. Ты слышала? Бух, живой. Сказала, умница. Ну это же ругательство. Да бог с ним, главное, что сказала. Ну ладно, пусть отдыхает, не будем ей мешать. Елки-палки. Риви, я тебе кое-что принес. Ура, папа, папа пришел. У меня, в общем, для тебя сюрприз. Надеюсь, тебе понравится. Такая вот кукла и машинка. Что нравится? Убирай. Машинку, машинку хочу. Ничего себе. Ржусь, машинку выбрала. Водрастешь, ну про вас дашь. Может, батю на дачу возить? Спасибо, пап. Риви, деточка, я уже попросил тебя, ну поскорее собирайся. Не хочу. Так, я кому сказал? Я не знаю, что надеть. А, ты горе, ты мой лукавый. А сейчас, сейчас что-нибудь придумаю. О, смотри, даже есть выбрать из чего. Вот есть платье, кофта с джинсами, а? Не люблю платье. Да ну, чего? Может, все-таки платье? Может, нарядное? Это же это, девочка. Не хочу платье. Да ладно, ты чего? Да вообще, пошло это платье. Надевай джинсы. А то от мамы влетит, если я опоздаю. Да, жду в машине. Да, конечно. Анна Семеновна, да я вас услышал. Обязательно поговорю на эту тему с Риви. Да, и вам хорошего дня. А к Риви есть серьезный разговор. Только что звонила твоя воспитательница. Жаловалась на свое поведение. Она обманывает. Так, так, Риви, подожди, подожди. Стой, стой, стой. Прекращай. Вот скажи, а почему ты в садике всех бьешь? Они мне надоели. Риви, так делать нельзя. А я хочу. Ну тогда я буду вынужден тебя наказать. Отстань. Так, 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 ты как с отцом разговариваешься, а? А как хочу, так и разговариваю. Не, Риви, так не пойдет. Марш к себе в комнату и не выходить, пока не подумаешь над своим поведением. Я что-то непонятно сказал. Ты плохой. Ох, маленькая негодяйка. И что, дерется? И что, аж, когда пойдешь, я там быстро на место поставлю. Ну что, мой Боинг? Осталась одна деталька, и ты можешь лететь. Риви, ты не справишься. Эй, ты вообще что ли? О, чего ты такая грубая, Риви? Еще раз что-то в меня кинешь, ты пожалеешь. За что? Ну, бьет, значит, любит. Жаль, конечно, что она не прочитала мое послание на самолетике. Точно, есть идея. Так она точно заметит. А это кто еще написал? Ах, это ты, Миша? Ну, я тебя предупреждала. Иди сюда. Ты чего? Я думал, тебе понравится. Иви. Нечего было всякую ерунду писать. Ну, прости. Мне такие, как ты, не нравятся, балбес. Ну, пожалуйста, хватит. Блин, ну что еще? Эй, это же мой обед. А мне все равно. О, ой-ой. Опа. Здравствуйте, дети. Открывайте тетрадки. Будем домашнее задание проверять. Это что такое? О, да. Кто это сделал? Я вас спрашиваю. Вы вообще понимаете, что вы сделали? Вы же испортили важнейший документ. Лучше признавайтесь, кто это сделал. Или весь класс получит неуд. Я понял. Всем неуды. Не надо неуд. Это я сделал. Я испачкал ваш журнал. О, Миша. Молодец. Что тут у нас? Что тут у нас? Да, пап, ну нечестно. Не папка. Высрос глаз мой. Да ну и ладно. Вообще мне ничего от вас не надо. Э, манатки забыла. Достали. Достали. Самые умные. Это не делай. Туда не ходи. Будешь наказана. Бла-бла-бла. Вот уйду из дома. Посмотрю, какую они песню запоют. О, Миша. О, привет, Риви. Здорово. Пойдешь гулять? Да не, меня предки наказали. Блин, жаль. Я тут такую штуку притащил. Ого, крутяк. Думал, запустим сейчас. Блин, крутякская идея. Сейчас попробую свалить. Здорово. О, наконец-то. Я думал, ты уже не выйдешь. Короче базарить. Давай уже бахнем этот салют. Лучше в другом месте запустим. Мало ли, в окно взлетит. Ну ты, суку, Миша. Всего боишься вечно. Да давай тут запускать. Ничего страшного не произойдет. Отвечаю. Ну ладно, давай. Пойдем сюда хотя бы. Смотри, у бати стырил. Все, поджог. Прячемся. Как-то она завалилась на бок. Блин, мне журодаки реально голову открутят. Прям в окно, мне точно капец. Может, обойдется? Сильно сомневаюсь. Ой, там что-то горит. Довольны? Еще чуть-чуть, мы без дома остались. Пап, ну не хотелось, честное слово. Все, так больше продолжаться не может. Мы с мамой все обсудили и... Такая дочь нам больше не нужна. Так, ну где они? О, с минуты на минуту должны быть. Ха, повезло тебе, пунктуальные. Здравствуйте. Привет, Риви. Ты такая классная, мы очень рады тебя видеть. Папа, это кто такие? А это, Риви, твои новые родители. Пап! Все, давай. Ну, пап! Удачи! Блин, крутяцкая идея. Не, Миш, мне уроки делать надо. Блин, жаль. Я думал, потусуемся, погуляем. Да нет, давай в другой раз. А то я и так сегодня родителей выбесила, не хочется делать все хуже. Так ты это, заходи ко мне, уроки вместе сделаем. А потом, может, и родители на улицу отпустят. О, класс! Я как раз не знал, как матешу сделать. Сейчас поднимусь. Так. Надеюсь, ей понравится мой подарок. Все-таки полгода уже встречаемся. Привет, Миш, заходи. Привет. Риви, сегодня ровно полгода, как мы начали встречаться. И поэтому я подготовил для тебя подарок. Вот, держи. Вау, какой милый Мишка. Спасибо. Тебе тоже вкусняшки. Ух ты, вау, супер, спасибо, так приятно. Ладно, все, я готов получать твой подарок. А это сюрприз. Проходи в мою комнату и выбирай, какой фильм мы будем смотреть. А я принесу подарок. Блин, прикольно. Хорошо, сейчас. Давай. Блин. Как я могла забыть про подарок? Ай, нужно срочно что-то придумать, а то он расстроится. Так, что же подарить? Ааа, так, не то, вообще не то, не то. Что? Ой, папа, прости, пожалуйста, но другого выбора у меня нет. Так, ну, о. Так, ну, пойдет. Подарок готов. Миша. Ай, все готово. Такой классный подарок ты мне подарил. А вот как раз и твой. Та-да! Ого! Что это? Даже подписано. Прикольно, спасибо, Риви. Я как раз думал, куда бы колу налить? Ой, я рада, что тебе понравилось. Да. Блин, как удобно. Давай, бери чипсы, присаживайся, я вот фильм выбрал. Давай. Я быстренько в туалет сбегаю, хорошо? Угу. Что это за Лена тебе пишет? Так, ну-ка. Миша, спасибо, что помог сделать мне домашку. Заходи еще как-нибудь в гости. А что? Ах, так значит? Что случилось, Риви? Как ты мог меня обманывать? Что происходит, дорогая? Да я все знаю, и знаю, что ты ходил в гости к какой-то Лене. Да ладно, извини, я ей просто домашку помогал делать. Ах, домашку делать, да? Спокойно, спокойно. Я обещаю, такого больше не повторится. Да ты предатель, не хочу тебя больше видеть. Быстро обувайся и убирайся отсюда, давай. Да блин, я в жизни. Балбес. Как он со мной так мог поступить? Ой, а чтобы скушать. Опа. О, Риви, кушаешь? Ты бы это, на еду не налегала, а то еще больше станешь. Да пошел ты, мое тело, это мое дело. Что хочу, то и делаю. Ну как скажешь. Мы, кстати, что за это? Шары пойдем запускать, пойдешь? Нет, не пойду. Ну да, реально не стоит. Ты тоже улетишь. Дурак. О, Риви, привет. А что тут одна стоишь? Отвали, а? Да хватит тебе на меня злиться. Два года уже прошло, как мы расстались, а ты все еще дуешься. А нефиг было так со мной поступать. Да ладно тебе, сегодня последний день в школе. Мы, может, вообще никогда не увидимся с тобой. Надеюсь. Да ладно тебе, Риви, ну ты же классная, я не хочу с тобой ругаться. Ну давай, останемся с тобой друзьями. Ладно, мир. О, а сейчас объявляется медленный танец. Потанцуем, подруга? Давай. Ну, как дела в аннивере? Отстой. Понимаю, это не школа, там сложнее учиться. Да вообще, я не про это, бесит меня однокурсники, постоянно меня задевают. Да не обращай на них внимания, не надо из-за этого так париться. Да я пытаюсь, но пока не очень получается. Я знаю, что тебе нужно. И что же? Тебе просто надо быть увереннее в себе. Вау, да ладно. Я серьезно, я тебе как друг советую. Нужно просто найти себе хобби. Ну, например, спорт какой-нибудь, или стендап, или пироги печь. Да я что, бабка старая, а пироги печь? Ну извини, я просто думаю, если ты их любишь есть, то и готовят тебе тоже нравится. Ну, тогда остался спорт или стендап, что скажешь? Буду заниматься стендапом. Уверен, у тебя получится. Сейчас же запишем тебя на открытый микрофон. Ну ууу. Всем привет. Давайте читаем уже! Ну ладно, да. Всех же бесят худые, да? Бесят толстые. Ладно. Худые люди, они такие неудобные. А шутки будут вообще, эй! Ах, вот у моей подруги был настолько худой парень, что даже при объятиях можно было поцарапаться. Жош, Риви! Вот да, вот настолько он худой. Подруга каждый раз рассказывает про их отношения, типа... Ой, мы с ним все выходные лежали и просто обнимались. А вид у нее такой, будто бы она подралась со стаей диких кошек. И не смеяться, гнать таких комиков. Когда они вместе гуляют по улице, люди думают, что моя подруга ходит с постером в обнимку. Кто-то даже говорит классная фотозона. Вообще не смешно, на что я деньги заплатил. Я займусь спортом. Отличное решение! Давно мечтаешь встретить свою половинку. Проводишь дни в одиночестве дома. Ну, про меня. Мы знаем, как решить твои проблемы. Быстрое свидание! О, подать заявку. Звучит интересно. О, Миша. Привет, Миш! Привет, Риви! Слушай, я подумал, может сходим куда-нибудь вечером, если ты не занята? Ой, ну, звучит прикольно. Слушай, я бы с радостью, но я уже запланировала кое-что на вечер. Давай в следующий раз. Блин, очень жаль, Риви. Ладно, тогда хорошего тебе вечера. Спасибо, и тебе, Миша. Пока. Так, нужно поспешить. Не хочется продевать свою вторую половинку. Пока. Какие все скучные, капец. Девушка, разрешите? Да, пожалуйста, присаживайтесь. Ага. Слушай, сразу извини за внешний вид. Просто я считаю, что мужик не должен об одежде париться. Ну, это как-то не по-мужски. Я считаю, что мужик должен заботиться о семье, чтобы за мной, как за каменной стеной. И я вот именно такой. И вообще, я считаю, замужем, это значит, женщина замужем. Знаешь, я тут весь вечер сижу, никого похожего на тебя не видела еще. Ну, правильно. Потому что я такой один. Короче, это, выбирай. Либо со мной, либо дальше ищи себе слюнтяк. А я с тобой. Да, молодец. Слушай, вставай. Тут вообще цены, видела? Пойдем лучше, прогуляемся. Ну что ты вот прямо иди. Риви, 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 Огарный Бабай. Что надо? Это со мной? Да. Ты как с мужем разговариваешь? Ой, да я тебя умоляю, муж. Одно слово только. Целыми днями на диване лежишь, ничего не делаешь. Я уже и на работу сходила, а ты все, лежишь. Я слово уже отработал. Да тьфу на тебя! Был таким романтичным, а стал непонятно кем. Знала бы, не пошла бы с тобой на второе свидание. Чего? А что слышал, козел? Вообще хам, бездарь и вообще не мужик. Ты зря. Знаешь, я, наверное, еще тут посижу. О, посмотрите, что она себе думает. Если ты меня не выбрала, значит ты меня еще не достойна. Да и вообще таких, как ты, море. Эх, зря. Я же это себе пару точно найду. Ну, удачи. До свидания. Нет, ну это точно. Нет. Привет, красотка. Здравствуйте. Давай знакомиться с синьоритом. Меня зовут Карло, и я имею несколько крупных компаний. У меня пару частных вилл по миру. Я люблю гольф, дорогие машины, яхты. Может быть, прокатить? Ваше предложение звучит очень заманчиво. Грация. Прекрасно. Тогда прокатимся на моей машине. Да, конечно. Идем. Ну как ты, волнуешься? А, есть немного. Клим, подруга, я так за тебя рад. Здорово, что этот день настал, и у тебя сегодня свадьба. Спасибо, Миша, ты такой хороший. Тобой все хорошо? Не сказала бы. Вот Карло должен был быть здесь час назад, а его все нет. И на звонки он мне отвечает. Так можно, у Клары кораллы крадет. Да не переживай ты, не можем пропустить собственную свадьбу. Ну да, действительно. Ну я думаю, мы его подождем. Сейчас, секунду. Так, это Карло. Карло, наконец-то! Все гости уже тут, мы ждем только тебя. Ты где? Что? Нет, не может быть. Нет, нет. Что? Ри? Ри, подруга, что случилось? Ты как? Он меня бросил. Как? Ты не плачь, подруга. Меня ты можешь сюда положиться. Ты такой хороший, Миша. Ну вообще, у меня были планы на вечер. Ну знаешь, фиг с ними. Куда пойдем, Миш? Дорогая, я дома. Ну и где тебя носят? Ты что, забыл, что у тебя жена беременная? Ты что-то такое говоришь? Конечно, не забыл. Ой, ну это уже радует. Кстати, Миш, я что-нибудь хочу. Что именно? Ой, ну это сложный вопрос. Чай! Что я хочу? Конечно, дорогая, сейчас две минутки будет чай. Ой, ой, стой, стой, стой. А, дорогая, что? Ой, я передумала, я хочу. Клубнику, я хочу клубнику. Слушай, обещать не буду, но найти постараюсь. Дай мне 30 минут и будет тебе клубника. Стой, 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 стой. Да, дорогая. Я передумала, я хочу... Дорогая, что случилось? Я не знаю, у меня такое настроение. Как тебе его поднять? Вот давай имя будущему сыну выберем. Ой, давай. Ну, может быть... А может, Валентин? Валентин Михайлович? А что, звучит? Вот и решили. Ой. Что случилось? Началось? Я, я кажется, рожаю. Ты, главное, не волнуйся. Главное, не волнуйся. Дыши, дыши. Дорогая, открывай глаза. С днем рождения тебя. Ну, загадывай желание и задавай свечи. Хе-хей. Ну, надеюсь, у нас сбудется. Ой, спасибо, Миша. Сейчас за подарком скажу. Какая красота. Ой, какое видео замечательное. Дорогая, твой подарок. Ой, ну не стоило. Спасибо. Ой, так интересно. Миша, я так давно мечтала о машине. Я просто подумал, ты же недавно получила права, а машины нет. Вот решил мою жену обрадовать. Класс, мечта. Ну ладно. Так, где же припарковаться? Так, 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 так. О, узковато, конечно, но в принципе можно попробовать. Так, ну, наверное, сначала сдаем вперед. О-о-о-о. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Старший лейтенант Барсуков. Можно ваши документики? Что ж, вы на пустом месте ДТП-то устроили. Ну, извините, просто так вышло, я немного перепутала. Перепутали. Угадите, вы что, месяц назад права получили? Представляете, уже и потеряли. А как потеряла? Ну как, придется лишить за аварийную ситуацию. Ну, товарищ инспектор, может быть мы договоримся на первый раз, меня простите. Ага, бог простит. Пройдите в мою машину, составим протокол. Нет, все-таки узковато, поищу еще немножечко. Блин, вообще мест нет. Ой, а я уже опаздываю, накраситься не успеваю. Подкрашу немного губы и поехали. Все нормально будет. Так, сюда-сюда. Добрый день, гражданочка, товарищ лейтенант Барсуков. Здравствуйте, инспектор. Ну вот вы мне скажите, как можно так невнимательно ездить? А что я такого сделала? Ну тут дорога и полоса одна. И по ней можно двигаться только в ту сторону. А вы, получается, по встречке едете. А, ой, а я просто немного запуталась, тут непонятно совсем. Запуталась. Ну так на метро покатайтесь, это лишение. Будем оформляться. Вон, пройдемте в машинку. А, блин. Мам, 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 мам! Да, да, что это? Дай денег. Нет, никаких денег я тебе не дам. Да почему, пожалуйста? Да нет, я сказала. Ну пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста. Деньги надо уметь добывать, а не просто просить. Ну и ладно. Вообще, посуду хоть помыл бы. Деньги нужно уметь добывать. Ну и окей, добуду. Опа. Такая классная штука. Еще и без присмотра. Вроде никого. Вот моим. Ну сейчас заработаю. Так, продам... Сколько? Тысяча. Тысяча руб. Или даже долларов. Фух, во. Продаю классный скейт. Скоростной, кому надо. О, привет, мальчик. Здрасте. Ты что, скейт продаешь, что ли? Да. Тысяча рублей или долларов, и он ваш дядя полицейский. А это мой, да? Мой. Мне его папа подарил. Да? Да. А я вот знаю, что точно такой вот украли у мальчика из соседнего двора. Ой, нет, это не я. Честное слово, и я уже вообще не продаю. А ты вообще знаешь, что плохо воровать? Блин, ну извините, я больше так не буду, честно. А больше и не получится. А ну-ка, пойдем к твоим родителям. Туда. Здравствуйте, мамаша, ваш обормот? Да, это мой сын. Заходи. Что случилось? Ворует ваш сын. Вы куда смотрите, родители? Да я даже не знала, что он ворует, вы меня простите, пожалуйста. Это вы меня простите. Но ребенка я заберу. А как, в смысле, куда? В обезьянник его засунул, надо было нормально воспитывать. Пожалуйста, простите. А так вот посидит, исправится может, пожалуйста. Да вы простите, пожалуйста. Так, все, допрыгался, пойдем. Как так правильно? Мам, мамочка, 14 дней. Ну пожалуйста. Время быстро пролетит. Ладно, держи, только пользуйся с умом. Спасибо, спасибо, мам, люблю тебя. Хватит. Здравствуйте, дамочка. Может быть, по мне так и не скажешь, но я и есть Дед Мороз. Я к вам не с пустыми руками, а с подарками. Разрешите войти. А, ну раз с подарками, заходите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вы не пожалеете. Неужели? Как у вас вообще настроение? Праздничное? Да, всегда. Готовы к подаркам? Ну раз, раз настаивайте, конечно. Итак, встречайте, тот самый электрочайник от немецкой компании Уолберг Германия. Ух ты ж. Вот скажите, немецкому качеству доверяете? Конечно, конечно, доверяю. И это все бесплатно, но с двумя условиями. Первое. Всего лишь нужно рассказать обо мне своим друзьям. Обязательно пользоваться, чтобы не пылилось. Обещайте. Конечно, проблем не будет. А кстати, знаете, сколько вообще такое вот стоит? Ой, ну не знаю, тысяч пять, наверное. Ага, почти угадали. Семнадцать. Ох ты ж. Ну а вам бесплатно. Так, встречайте следующего. Так. Кстати, а вы, случайно, не руководителем работаете? А, руководителем. О, я-то сразу понял. Взгляд у вас такой оценивающий, строгий. И какая квартирка хорошая. О, а вот скажите, кто вас готовит? А, ну я, там муж иногда помогает. Так вот, дарю вам, считай целого человека, помощника, тот самый набор МРАН. Ну, это американский. Ох ты. Вот, и это бесплатно. Но есть два условия, вы их помните, да? Друзьям рассказать и это, и пользоваться вообще, да, конечно. Но есть еще одно условие. Ни в коем случае не продавайте, обещаете? Да, конечно, такая красота, что у вас. Кстати, знаете, сколько стоит? А, нет. 6 тысяч. Эх ты. Но вам бесплатно. Какая щедрость. О, а следующий подарок без загадки отдать не могу. Ой, а что за загадка у вас такая? Ну вот скажите, что сибиряк сибиряку пожелает при встрече, а? Крепкого и сибирского. Ну, здоровья, конечно. Да. Коваши соседи сказали качественные мультиварки. И были правы. Оп, встречайте подарок. Мультиварка, кастрюля, можно уху сварить, чаи, компоты. И это все подарки. Рук не хватит. И вот знаете, сколько весь этот набор будет стоить в магазине? Ой, ну, дорого, дорого. Внимание, 33 тысячи. Поздравляю вас с подарками. Условия вы помните? Помнила. Но я вижу, вы человек неглупый. Догадались, мой директор минимум финансовых затрат на вас оставляет. Все это обошлось бы в 33 тысячи рублей, а вам за 7. За 7? Ну да, ваши соседи когда эту информацию услышали, два набора попросили. Вот скажите, вам еще один набор принести или одного хватит пока что? А так один себе можете оставить, а второй подарок друзьям. Ну, честно... За вторым иду? Не знаю, может быть как-то не нужно, дороговато. Не нужно? Ох, не нужно, ну я же столько старался для вас, рекламировал. Да и образцы вы уже потрогали. Я же не понесу это следующим людям. Пускай они до завтра у вас полежат. Ну а завтра два моих крупных коллеги придут за этими вещами. Ой, ну знаете, вот один набор не помешает, конечно. Действительно, поздравляю! Спасибо. Спасибо. Вы счастливый обладатель коллекции. Да нетушки, спасибо, знаю, я такое по телевизору видела. Все, все бесплатно. Не заходите сюда, уходите. А если про дождь, я на вас полицию вызову. Ну так все же бесплатно. Вообще, мошенники. Ой, закатки достала, можно и телевизор посмотреть. Так, что у нас тут есть посмотреть? Будем смотреть экстрасенсов. Люблю эту передачу. Ой, как легко они ведутся на все это. Следующий. Здравствуйте, меня зовут Влад. Я уже знаю, как тебя зовут. Круто. Деньги вперед. Да, конечно. Вот, пожалуйста, возьмите. Приступим. Что ты хочешь узнать? Я хочу узнать, когда я женюсь. Вижу, вижу. Красавицу какую-то. Через два года вы будете вместе. Круто. А сколько у меня будет детей? За такую информацию нужно доплатить. Да, конечно сейчас. Хватит. Вижу пять детей. Такая большая семья, круто. Больше ничего не могу сказать. Какие-то темные-темные силы мне мешают. Тогда спасибо вам. Вы мне очень помогли, гражданочка. Капитан Лопупкин, здравствуйте. Вы арестованы за мошенничество. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Поем, гражданочка. Да что вы делаете? Я сейчас на вас порчу наведу. Давай, бабуля, на выход. Будем разбираться в суде. Что такое? Я боюсь я всяких этих экстрасенсов. Посмотрю лучше, давай поженимся. С днем рождения тебя. С днем рождения, дорогая мама. Ты у меня долгожитель целых сто лет. Это торт тебе. Задувай свечу и загадывай желание. Мам, мамочка, только не это, мамочка. Попался, глупыш. Да я тебя еще переживу. Больше так меня не пугай. Ладно. Поздравляю. 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 Вы прошли игру. Привет. Э, это мы. Ребята, вот это класс просто. Что это вообще было? Круто. Обалденно. Как ты игру прошла? Да я не знаю, я просто жила там. Как-то само собой получилось. А можно еще попробовать? О, не-не-не. Не-не, хватит. Каждому по одной жизни. Дальше либо я, либо Серега. Мы и так тебя без очереди пустили. Ну ладно, но было реально круто. А результаты впечатляющие. Сто лет. Ребят, ну спасибо, что прожили эту жизнь с Риви. Пишите в комментариях, на чью жизнь посмотрим в следующем ролике. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глент, Серега, Риви. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok